пайзер выпустил лекарство от коронавируса которая называется пак словит и которая снижает риск быть госпитализированным и умереть от коронавирусной инфекции у группы с высоким риском на 89 процентов как же работает это лекарство чтобы понять как работает это лекарство в двух словах вам расскажу что происходит когда вирус проникает клетку вирусный генетический материал рнк попадая в нашу с вами клетку используют ее рибосомы это такие фабрики по производству белка то есть они используют рнк него читают и по нему производят белок дело в том что рнк это такой длинный единый кусок соответственно из этого вирусного рнк будет формироваться длинный единый белок вируса и потом этот один большой белок строго определенных местах надо нарезать чтобы получились кусочки вируса чтобы потом его собрать ферменты которые нарезают этот белок называется протеазами протеазы есть наши а есть вирусные протеазы собственно говоря коронавирус используют как наши так и собственные протеазы повторюсь протеазы это как ножницы для белка если же протеазы эти ножницы заблокировать чтобы вирус не смог нарезать свой длинный белок на кусочки потом произошла сборка вируса тогда вирус не сможет размножаться и вот одним из компонентов пакславида является нилматрил вир кто же придумывает эти названия этот препарат блокирует одну из протеаз ножниц который будет будут нарезать вирусный полипротеин то есть как в переводе многобелок на кусочки на белки пакславид входит еще один компонент это ретоновир что делает ретоновир дело в том что в нашем организме есть разные системы которые будут нейтрализовывать какие-то чужеродные вещества так вот этот препарат он является чужеродным для нашего организма и он будет пытаться нейтрализоваться нашим организмом ретоновир будет блокировать наш с вами цитохром который должен нейтрализовать нирма утрел вир ужас я никак не выговорю я оставлю ссылку в описании где будет говориться о том какова эффективность пакславида так что вы можете почитать если захотите на этом я с вами прощаюсь с вами был доктор отобеков до свидания и и и Редактор субтитров А.Семкин